Когда я включаюсь, выхожу в процессе бесед с людьми, то же самое вопрос. Как мне поднять их хессерон? Вообще, что значит поднять их хессерон? Я чувствую, что там внутри есть глубокая боль, да не что-то внешнее, но я не знаю, как с этим работать. Когда ты сталкиваешься с населением? Да. Я говорю с ними, объясняю и пытаюсь найти среди их простых желаний, простых проблем. Как мне там найти глубоких хессерон потребность к Творцу? Теоретически я это могу понять. У него к Творцу? Да. Что я поднимаю из этого впечатления к Творцу? Ну, объединение, потребность в объединении, осознание того, что объединение может его спасти. Ты только говоришь это другими словами. В чем вообще разница между интегральным воспитанием и наукой Каббала? Только слова. Когда мы говорим, исходя из объединения, мы можем... Сила объединения — это такая сила, которая может исправить нам все. Все вы почувствуете это, давайте соберемся, давайте и так далее. Что ты в них создаешь? Ты в них выстраиваешь все-таки клей для получения Орма Киева. Какое-то впечатление от высшего. Все идет от света. Только немножко привести их в соответствие какой-то свету, и они уже начинают чувствовать то, что мы делаем на семинаре или в каких-то других наших соединениях. А потом мы впечатляемся. Ой, какое хорошее у нас ощущение. Стоит нам это делать. Мы так можем решить проблемы. Так, конечно, можем решить проблемы. Откуда это берется? Ты, по сути, организовал их как маленьких детей, и они чуть-чуть поднялись, оторвались от своего эгоизма, объединились чуть больше, стали чуть выше, чуть ближе к свету. Вот и все. И поэтому у них это есть. Мое действие по отношению к ним означает организовать и извлечь из них хиссарон, или просто впечатлиться и прийти сюда и здесь сделать действие на уроке, или и то, и другое месте. Это же две разные вещи. Я не должен в них формировать хиссарон, потребность. Я как раз таки не думаю об их нуждах, о хиссароне. Я должен дать им хорошее настроение. Они ничего не понимают. Я почувствовал с этим человеком, или в этой связи, или в его контакте с ним, что мне хорошо. Это должно остаться в нем. Не в разуме, а в сердце. Там мне хорошо. А объяснение он уже сам найдет. Для чего? Почему? Он приходит, потому что ему хорошо. Я не ищу недостатки. Я над его недостатками. Есть они, нет их. Он хочет их раскрывать или нет, понимает или нет. Я хочу только одного. Связь, объединение – это хорошо. Вот и все.